Это BMW X5 второго поколения. Автомобиль в данном случае 2007 года. Человек его купил полгода назад по цене 960 тысяч рублей. Если мы зайдем в интернет, начнем смотреть различные отзывы и ролики, то мы увидим, что это ломучее говно, это ведро с болтами, да кому она нужна, это BMW. В нее и денег дофига вложишь. Но люди покупают автомобили, делают их, наслаждаются ими. Почему? Сегодня за 1,5-2 миллиона рублей мы с вами можем купить Vestu Rio Solaris. Но это будет новая машина. Но эта машина будет с бешеной наценкой от официального дилера. Здесь же человек покупает машину с расчетом, что он сразу в нее вложит энную сумму денег и получит хороший автомобиль в хорошей комплектации. В этом видеоролике мы пообщаемся с владельцем. Он нам расскажет кратенько всю историю автомобиля, сколько денег в нее ушло и что он получил на выходе сегодня. Надо оно или нет, сделайте выводы вы в комментариях. Е70, как говорят люди, один из самых красивых кузовов от BMW. Приятного просмотра, спонсор выпуска и мы начинаем. Компания CarSys делает замечательный прибор. Как вы уже догадались, это толщиномер, который поможет нам с вами не прогадать и не вляпаться. При покупке как нового автомобиля, так и с пробегом, откровенно говоря, вот этот прибор был разработан для автоподборщиков. И поэтому производитель постарался напихнуть сюда самые необходимые функции. В первую очередь это очень компактный прибор, который легко помещается в карман, в подлокотник и много места не займет. Таким образом, всегда можете держать его при себе. Вот посмотрите, какая погода сегодня. В такую погоду хочется все делишки делать по-быстрому. И вот этот прибор, ну реально, быстро измеряет. Все, что нужно, подносим и он сразу считывает. 110, а вот передняя часть у меня 220. Ага, двойной окрас. Нет, ребята, пленка. Кстати, у этого прибора есть реально крутая фишка, с помощью которой можно измерять даже такие изогнутые и вогнутые детали автомобиля. Потому что кузова бывают разные, можно сделать настройки и вот подобные части можно измерять с большей точностью. Прибор работает по всем типам металла. Черные, цветные, оцинковка. И имеет специальный звуковой сигнал для каждого метода измерения. Сразу по звуку знаете, какой металл основания. Черный металл или цветной. Прибор очень прост в использовании. Его можно достать из коробки и сразу им пользоваться. Хотя, производитель положил на всякий случай все необходимое для калибровки. Он автоматически подстраивается под погодные условия, под температурный режим. Ну и самое главное преимущество прибора CarSys перед конкурентами это цена. При прочих равных характеристиках, возможностях он стоит в среднем на 2-3 тысячи рублей дешевле. А при заказе его через Яндекс.Маркет вы получите кэшбэк на 200 рублей. Ребята, CarSys ждет вас по ссылочке в описании. Пользуйтесь на здоровье. Знакомьтесь друзья, Роман 30 лет. У Ромы есть жена, у Ромы есть ребенок. Ром, ну расскажи нам пожалуйста, покупая автомобиль у тебя бюджет был до 1,5 миллиона рублей. Нафига ты выбрал вот эту балалайку от немцев? Расскажи свою позицию, что ты смотрел вот эту историю. Добрый день всем. Ну потому что хотелось действительно комфортный, безопасный автомобиль для себя и своей семьи. Адаптивный свет, панорама, которой дочка маленькая, 3 лет не нарадуется, когда она сзади на маленьком сиденье сидит. И она наверх смотрит на звезды, на дома. Это вообще великолепно. И ломающиеся спинки. Ну то есть смотрите объективно. Сейчас в бюджете миллион, полтора вы не найдете ничего подобного. То есть по сути это что будет? Это будет Vesta, это будет Kia Rio, Hyundai Solaris, Rapid может. И такого комфорта вы не получите. И безопасность, извините меня, под сомнением на самом деле. Вот интересная особенность. Все кроется в деталях. Послушайте пожалуйста внимательно. Как Роман подсел на BMW? В 2019 году он покупает первый BMW X5 такого же поколения, где он был третьим владельцем. Купил машину с трехлитровым мотором, покатался на ней 2,5 месяца. За это время вложил в техническое обслуживание, в некоторые доработки порядка 80 тысяч рублей. И далее по определенным причинам ему машину нужно было продать. Но покатавшись на ней 2,5 месяца, в машину он очень сильно влюбился. И получается я его продал и весь год, так как уже пандемия была, мы работали по 3,5 месяца на работе. Мечтал о таком же автомобиле. Но у меня как было трехлитровый, мне ребята сказали, почему ты не взял 4,8? Ты и так и так под налог попадаешь. Там 267, тут 355. Там налог 39600, тут 52 тысячи. Как бы когда рассматривать в плане автомобиля, то это не особо большая сумма. То есть 12 тысяч эти, ну можно заработать. И таким образом он нашел себе автомобиль, под капотом которого V-образная восьмерка, атмосферный мотор на 355 сил. Работает он в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Вообще официально рейтинг двигателя, согласно сайтов, которые собирают информацию по моторам, 5 с минусом. Но у него, конечно же, есть проблемы и недостатки. И на вторичке, ребята, внимание, с ними столкнутся абсолютно все. Верить в то, что вас это обойдет, не стоит. Это обошло, возможно, кого-то из первых владельцев. Это жор масла, плавающие обороты, течи масла. Чего-то критичного нету, но вот с этим сталкиваются все, в том числе и Роман. По расходу топлива, объективно, трехлитровый ел 25 литров по Москве. Вот этот экземпляр. Ест 21,5-22,5 литра. Это с учетом пробок и всех. Ты сколько в среднем в месяц, когда ты, например, в Москве находишься, на ней проезжаешь? В среднем, ну, может, 2-3 тысячи. В предыдущий месяц я работал в такси весь месяц. Я как бы на машине не особо много ездил. Машина стояла дома, там по делам выезжал, но в основном катался на машине такси. Так что, и когда на варте нахожусь, соответственно, машина стоит. Жена у меня еще права не получила, и получается так, что машину никто не эксплуатирует. Когда ты его нашел, по какой цене его изначально предлагали, за сколько ты его забрал, и сколько после этого ты вот в первые месяцы сразу в него вложил? Забрал я его за 965 тысяч, но с учетом того, что до покупки меня мы договорились так с владельцем. Юра, привет, мы до сих пор с ним на связи. Отличный парень и очень хороший владелец. Получается, до покупки мы поменяли маслосъемные колпачки, прокладки, какие были необходимы, клапаны, крышки, еще там, ну, вот это все по мелочи. Это все вышло в 50 тысяч рублей. Сейчас мотор уже поехал на нем 7300, не есть ни грамма масла, от слова совсем. Но меняю его где-то в 5-6 тысяч раз, то есть масло и фильтра. Сколько обходится вот эта замена масла? 10-12 тысяч, вот так вот. Масло лью недешевое, масло, ну, не буду говорить какое, очень хорошее, под опуском. Сколько денег ты сразу в него вкладываешь? Насколько я знаю, у тебя есть список, правильно? Да, да, да. Расскажи, а список мы этот выведем на экран. Да, хорошо. Сразу я как пригнал его Чебоксар в Москву, поехал к ребятам на сервис, вот. И мы, соответственно, начали. Первое, что бывший хозяин восстановил оптику. То есть здесь полностью заменены линзы, отражатели, здесь все стоит новое. Но в Чебоксарах не смогли сделать, восстановить адаптивное освещение. Водец потратил на это деньги, но люди не смогли это сделать. То есть именно, когда ты крутишь руль, у тебя фары поворачиваются вслед за рулем. Это очень удобно, когда ты ночью. В основном, если куда-то едем, к маме, там, на юг, из-за этого очень был сильный акцент сделан на освещение. Вот, и на восстановление его. На вот это мы все потратили. Мы разобрали фары, поменяли блок света, шаговые двигатели, потом мозги в каждой фаре стоят. Все это в круг стало 52 тысячи. Вот, самое затратное, именно, что на фары. Я поменял аккумулятор, поставил новый, оригинальный. Вот, нашел здесь 17200, вот что-то около того, здесь в Москве, оригинальный. Прописывал его сам. То есть я освоил это все, дилерское программное обеспечение, там где-то неделю у меня заняло, и прописывал сам. Так как дилер за эту услугу просит 5,5 тысяч. Ром, ну из твоих уст звучит, как сладкая песня. Но по факту, давай расскажем людям о том, что моторчик-то уже стоит контрактный. Да. И, соответственно, когда ты покупал автомобиль, он уже здесь был заменен. Друзья, официально пробег по автомобилю сейчас примерно 250 тысяч километров. Но вот по нынешнему мотору пробег около 107 тысяч, правильно? Ну, 107-110. Он у тебя еще на гарантии. Когда ты его покупал, соответственно, как бы там все официально правильно оформили. Если вдруг что случится, ты по гарантии можешь поменять. Но здесь ключевое, это цифра, которую вложил предыдущий владелец, тот самый Юра. В этот автомобиль предыдущий владелец вложил более 800 тысяч рублей. Потому что он его действительно любил. Вы тут же спросите, а зачем он его продал, если он, типа, столько вложил? Человек взял аквативу в элитном районе Чебоксара. Ему нужна была акватива, семейный вопрос. И он принял решение о продаже этого автомобиля, чтобы вложить это в ипотеку. Юра, ну, дай бог здоровья таким владельцам. Действительно, благодаря таким людям мы можем содержать вот эти автомобили в очень хорошем состоянии. Не брать их на последние деньги, а действительно брать. И вкладывать не только, как говорится, деньги, но еще и душу в это автомобиль. Так как, верно, один человек сказал на ютубе, такие машины покупают не головой, а покупают душой. И вот здесь можно очень долго спорить о том, что да нафиг она нужна. Покупай ее там за миллион рублей, 300 вложил сразу, да дальше будет еще больше. Друзья, покупка вторички таких годов, это очень кропотливый вопрос. Вот важно найти автомобиль, в который уже было вложено немало. Это только плюс для вас, потому что когда там поменяли цепи, поменяли привода, поменяли подвеску, ну, это же хорошо, вам этого делать уже будет не нужно в ближайшее время. А найти автомобиль с пробегом там 200 тысяч, с заголовком, все в идеале, ничего не делалось, все родное, это на самом деле хреново. Соответственно, мы с вами становимся с каждым днем, как показывают экономические ситуации в стране, только беднее. Вот эти автомобили так бешено растут в цене, в том числе и вторичка, что просто за ценами, за этими не угнаться. Запчасти точно так же растут в цене. И задавая вам вопрос, что купить на полтора миллиона рублей, ну вот ответьте вы в комментарии. Кто ничего не хочет делать, не хочет вникать в автомобиль, скорее всего, выберет там Солярис. Кто же все-таки с головой, кто знает то, что можно доехать на сервис, договориться, пообщаться с ребятами, найти наиболее подходящие запчасти, возможно, выберет вторичку. Подчеркиваю, в этом видеоролике никто вас не призывает покупать BMW, эта машина не продается. Мы лишь показываем, что люди покупают, как это обслуживают, сколько денег на это уходит, и что на выходе получают. В нашем же случае автомобиль, как говорит Роман, в идеальном состоянии, ну для своих лет, для своего пробега, все, что здесь нужно сделать, это поменять лобовое стекло, здесь стекло идет с проекцией, отдельное стекло нужно. Ну и нарекания есть по одной из противотуманок, она немножко моргает, нужно разобраться с блоком розжига. Все остальное по подвеске, по мотору, по коробке, ну такое самое основное, вопросов не вызывает. Ром, а расскажи, где ты вообще работаешь, ты говоришь вахтовым методом, чем ты занимаешься? Работая на Севере, получается, следствие по типу обслуживания газоторбийных установок, это транспорт газа с севера на юг. При этом ты, когда находишься в Москве, подрабатываешь в такси, вот ты когда сел в этот X5, вот конкретно в этот, что ты почувствовал? Старая тачка, новая тачка, что это для тебя? Это эмоции, это безопасность, это, ну потому что здесь действительно комфортно сидеть, классные сидения, от которых спина не болит. Да, конечно, ряд нюансов, вот сразу, типа из-за взяда магнитолу поменять, поставить более современную с навигатором, с музыкой. А так, машина, она до сих пор актуальна, она очень интересно рулится, смотрится внутрь, и не чувствуется старым там ведром и тому подобное. Ребят, ну покупайте что-то другое. Я сделал свой выбор, и о нем ни разу не жалею. Тысяч, через 14 километров, ну где-то так, надо будет произвести замену цепей, соответственно, со всеми прилегающими там нюансами. Это, сразу скажу по деньгам, это в районе 100 тысяч. Пока у меня есть возможность, пока, ну я могу ее содержать, я ее буду содержать. Если что-то пойдет не так, ну тогда придется, ну подать ее на самом деле. Нюансов и деталей очень много. Вот, например, колеса. 20-е колеса, разноширокие. На них смотришь сзади, ну действительно вид имеют. Вот, смотрю на колеса, они, ну покоцанные со временем. Спрашиваю, что будешь делать? И вот здесь встает вопрос. Восстанавливать это тысяч 50-55. Но при этом их можно скинуть, доплатить и купить посвежее в более хорошем состоянии. То бишь, вторичка, она везде идет по-своему, да, что вторичка. С точки зрения практичности, мы открываем машина по состоянию, вот я вам по-честному говорю. Бывают тачки, в которые садишься, там вонишься, какая-то маслами, вот просто чувствуется, что машина старая. Здесь, ну я вам серьезно говорю, такого нету. Химчистку делал? Химчистка сделана на автомобиль. Таким образом, ты присаживаешься, тебе в нем находиться приятно. Места, я бы не сказал, что прям вау, как много. Но, собственно, за счет того, что крыша повыше, не забывайте о том, что у нас панорама есть. Передвигаться на нем всей семьей, машина высокая, будет комфортно. Вылазить, может быть, не совсем, но тем не менее есть порожек. Машина с третьим рядом, это вообще редкость, потому что сами дилеры такие машины не завозят. Но, тем не менее, с завода некоторые заказывали, я находил машину на вторичке, которая подается с третьим рядом. И даже с третьим рядом, вот Роман, например, несколько раз сказал о том, что машина безопасная. Действительно, кузов сделан так, что даже предусмотрена защита сразу для третьего ряда. Если, не дай бог, какое-то ДТП сзади, как бы машина должна вас по максимуму сохранить, спасти. Сегодня, глядя на него, конечно, уже он немножко староват, но все равно, друзья, как бы свой шарм в автомобиле есть. Вот, к сожалению, нет у нас электропривода багажника. Значит, 620 литров сейчас. Если сложить все сидения задние, то получится примерно 1720. Но вот что-то перевозить вам хватит за глаза. Все-таки, как-никак, паркетник. Ну и самое главное, бывает поднимают вопросы, вот там X5 бездорожья. Друзья, конкретно вот эта тачка, она сделана для города и для трассы, чтобы ты мог кататься, передвигаться на ней и получать удовольствие. Собственно, возникает вопрос, что же мы стоим? Поехали прокатимся. Друзья, вот здесь можно пообсуждать тему турбовых моторов и атмосферных. Вот, с одной стороны, есть люди такие, которые говорят, вот это настоящая мощь. V8 атмосферник, 355 сил, но разгон паспортный, 6,5 секунд. Но бэха есть бэха. Ты газку только даешь, она прям полетела. В этом плане, в любом случае, машина, ну все настроены на агрессивную езду. Подчеркиваю, это мы еще едем в обычном режиме, не спорт, ничего. Здесь, если в спорт перейти, она реально будет отщелкивать, будет поинтересней. Но бабки, друзья, сразу бабки. 355 сил, 6,5 секунд. Это мало, это мало. Потому что сегодня там с 2 литров выжимают люди 6,5 секунд. Вроде бы она не басит, но если прям газку даешь, звук есть. Когда он подъезжал, то есть такой вот этот агрессивный рокот, который многим нравится, он присутствует. Вот эти машины хороши для тех, кто мало ездит. Вот до работы обратно, там небольшое расстание, почему нет? Ты сидишь, ну у тебя все, по сути дела, в тачке есть. У тебя даже изначально здесь телевизор стоял, правильно? Да, DVD для задних пассажиров, получается. Там можно мультики было ребенку включить, но я его убрал, он мешается. Есть айпад, я его дочке спокойно подцепил на подголовник переднего стекла и все. Я его убрал, потому что локтями вот здесь постоянно задеваешь его и назад неудобно там дочке что-то поправить, тянуться. Поэкция на лобовое стекло, четырехзонный климат-контроль, CD-чейнджер, но он кому сейчас на самом деле нужен. Это вентиляция, бесключевой доступ, соответственно запуск автомобиля с кнопки. Круиз-контроль, это адаптивные фары, это музыка, топ-хай-фай, либо лоджик-сем, как ее называют. Под сиденьями даже находятся блины сабвуферы вот такие, это все с завода. Ну даже такая вот мелочь, это вот электропривод бардачка даже есть. Вот они сделали, здесь интересно. Сиденья у тебя с кучей настроек и ломающиеся спинки, такие сегодня еще хрен купишь, их сейчас дефицит на такие сиденья. Накачиваются под поясничные упоры, ну вот, и подъезжает к тебе руль. Когда вылазишь, он уезжает. Камера заднего вида, парктроники в круг, помощь при спуске. Ты кнопочку эту нажимаешь и можно Томас не трогать, и она будет очень медленно скатываться. Интересная штука. Все эти фары работают сейчас? Да, да, конечно, все работает. И несмотря на то, что машине идет 15-й год, с этим мотором она очень хорошо была укомплектована. Здесь не хватает доводчиков дверей и электропривода багажника. По всему остальному, в принципе, есть все. Вспомогательная система безопасности электроникой, она напичкана. И это, с одной стороны, плюс, потому что вы получаете комфорт, с другой стороны, минус. Вот вспомните его историю про фары. В одном городе не смогли с этой задачей справиться, потому что адаптивные стоят фары. Также с электроникой где-то что-то начнет барахлить, и за этим постоянно-постоянно нужно следить. Проехали несколько разбитых участков дороги, проехали лежачий полицейский. Я вам серьезно говорю, машина как бы не убитая. То есть, такого, что ты проехал, а бывает на некоторых тачках ешь, все классно, но подвеска вся ушатанная. Есть свои минусы серии, ну, тормоза поскрипывают, ну, нужно будет, да, сейчас опять 100 тысяч готовить, вкладывать это в цепи. Ну, то есть, содержание машина требует. Ну, а что вы хотели? Ты отдаешь за машину изначально не такие большие деньги. Поэтому здесь нужно смотреть, но один из жирных плюсов тачки, это, конечно, ее динамика и то, как она стоит на дороге. У нас дорога здесь в идеальном состоянии, поэтому прокатиться, пролететь на ней можно, но камера в жопу бьет, и сразу на 60 уже, короче, можно поймать штраф. Вот вам все реалии Москвы. Прямой участок исключительно для теста. Раз, два, три. Опа, полетела. Ну, такая небольшая задержка, но полетели, все. Ну, и звук, да, друзья, чувствуете, басит машинка неплохо. Классно, классно, но безопасность в городе на первом месте. Я всех вас призываю, 60-80 максимум где-то положено. Ну, и дальше было много разговоров о том, что вторичка это на самом деле большой геморрой. Так, например, Роман искал автомобиль по всей России. Чтобы покупать вторичку, в первую очередь автомобиль нужно хорошо изучить, понять, какие у него слабые места. Подчеркиваю, никто вас ни в коем случае не призывает покупать BMW, Mercedes, Audi, любого немца. Все это, ребята, говно, все это ломается с такими-то пробегами, с такими-то годами. И здесь самое главное, вот в этом говне найти что-то более-менее живое, уже обслуженное и понять, сколько денег тебе придется вложить сразу. Это выезды, это осмотр автомобиля, это нужно поднимать на подъемник, это нужно смотреть моторы, это нужно понимать, если что-то меняли, поставили оригинал, аналог. Когда это сломается? Это геморр, ребята, но новый X5, например, сегодня стоит 8 миллионов рублей. Можно купить автомобиль свежее, но это тоже все будет только вверх-вверх-вверх по цене. Сказать что-то, зачем эти немецкие понты, можно и взять японцы. Ну, пожалуйста, посмотрите какой-нибудь Prado таких же годов. Это тоже будет стоить немало, и это тоже не говорит о том, что вы купили, и никаких вложений они не требуют. Все автомобили абсолютно со временем денег будут сосать. Поэтому какой отсосет больше, уж извиняюсь за выражение, а какой меньше, здесь покажет лишь только поиск автомобиля, который вы найдете. Поэтому важно не забывать, что копаемся мы в говне не потому, что делать нечего, а потому что жизнь такая, потому что такая экономическая ситуация в стране. И рассказывать о том, что это понторезы, ребята, это не понторезы. Люди простые, работящие, все ищут, все считают свои деньги. И вот некоторые находят именно выгоду уже во вторичке вот этих лохматых годов. Рассказывать о том, что да зачем лучше бы купил новую, какую? Вот напишите в комментариях, какую лучше бы он купил за полтора миллиона рублей. Подчеркиваю, миллион он отдает за машину, 300 тысяч вложил, там впереди еще соточка, ну и на всякий случай соточка про запас. Вот вам на того полтора миллиона. Что бы он мог купить себе подобного по функционалу? Очень интересно будет почитать. Здесь выводы делать только вам. Кто-то посмотрит на японца, кто-то посмотрит на корейца. Смысл один. Все контакты со мной в описании. Если кто-то купил или владеет интересным автомобилем, есть что рассказать на каком-то расстоянии по времени, там полгода, год владеете. Пишите, пригоняйте ваши автомобили в таком же формате. Снимем на сегодняшний день. На мой взгляд, такие ролики становятся наиболее актуальны, нежели чем снимать что-то новое. О, вышел Hyundai Tucson. Да кому он нужен за такие деньги, за такие наценки? Значит, на владельца автомобиля я оставлю все контакты. Инстаграм его, телефон, в общем, все, что даст. Если какие-то вопросы есть, задавайте. Пусть он вам на все это дело отвечает. У меня сегодня все. Больше сказать нечего. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на инстаграм канала. Ваше мнение высказывайте в комментарии. Мы с вами едем дальше. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok